Кубок России Как у тебя так удалось? Как у тебя так получилось? На твой взгляд и почему? Ну, я стала абсолютно чемпионкой России на сегодняшний день. Почему получилось? Не знаю, так судьи решили. Нет, секунду. В какой номинации еще раз? Номинации фитнес-бикини, да. Понятно. А как номинация фитнес-бикини соотносится с цветом того платья, которое ты сегодня надела на вечернее, так сказать, наше мероприятие? Вы знаете, абсолютно никак. Абсолютно. Она даже не сочетается с моим купальником черным. Здесь логики искать не нужно. Логика мы ищем всегда и во всем. Логика должна... Даже отсутствие логики – это тоже логика. Следующий вопрос. По любителям мы еще выступаем или уже все? Я думаю, этот сезон будет любительский, а следующий уже будем двигаться дальше. Уточняющий вопрос. Этот сезон заканчивается какого числа, какого года? После 7 июня, я думаю. Как-то так. То есть июнь месяц – это Прага? Да. То есть ты хочешь сюда поехать и в очередной раз достичь успеха того уже, который ты достигла? Возможно, возможно. Возможно поехать или возможно достичь успеха? Возможно и поехать, возможно достичь. Понятно. Да. Такой вопрос немножко в сторону. Ты уже соревнуешься. Получается у нас... Да. Сейчас. Ты у нас соревнуешься. Уже полтора года не прекращая, да? Четвертый сезон. А, уже получается два года. И несмотря на то, что все говорят, что бикини, в том числе и я говорю, что это не совсем спорт, скажем, а больше конкурс красоты. За два года ты считаешь, ты не устала? Ну, наверное, это зависит от человека. В принципе, моя цель – это смотреть за свои формы, за свои фигуры и развиваться именно физически. Поэтому для меня это не усталость, то, что я выступаю. Это не основная цель, скажем так. А как это называется, если это не усталость, а не не основная цель? Ну, как называется? Я занимаюсь тем делом, которое мне нравится. Я развиваю свою фигуру, усовершенствую ее. И это уже попутное такое мое хобби, можно так сказать, выступать на соревнованиях. Это времяпровождение называется? Один из его элементов? Нет, это не один из элементов, но это часть моей жизни. Вот за эти два года внешне твои, так сказать, габариты, я не беру рост. Не беру рост, а беру вес. Рост, наверное, ты вряд ли подросла или уменьшилась. Ну да, наверное. Беру вес изначально, который у тебя был два года назад, и то, что у тебя сейчас. Можешь обозначить какие-то цифры? Да, что самое интересное, знаете, как-то вот форма очень значительно поменялась, но вес приблизительно все равно один и тот же. То есть там просушка более такая явная, но мышц больше. То есть оно как-то вот так вот заменилось, да. То есть не могу сказать, что я какой-то вес убрала чрезмерный там или прибавила. Нет, такого нет. Такой разницы на весах нет, но внешняя разница очевидна, такая большая. Значит, образ жизни, выступления на соревнованиях. Что-то еще в этом образе жизни, помимо поддержания, так сказать, своего тела и его совершенствования, что-то существует? Ты, может, рисуешь, там, поешь, что-то делаешь? Ну, очень много чего. Так и не перечислить. Ну, я и дизайнер по образованию. Конечно же, мне интересно, я хочу выпустить свою коллекцию одежды спортивной. Я этим сейчас на данный момент занимаюсь, но как это все будет реализовано, я постараюсь все-таки сообщить. Нет, вопрос такой. Я дизайнер. Дизайнер – это состояние души или состояние диплома? Состояние диплома и состояние души. Состояние души, а потом диплома, соответственно. А в каком месте можно посмотреть на, так сказать, дизайнерские разработки такого прекрасного дизайнера, как Ольга Путрова? Ну, скоро я покажу. То есть сейчас все в закрытом доступе? Ну, конечно же, да. А ты можешь сделать так, чтобы первые, кто увидели твои художественные, так сказать, изыскания, это были мы с Игорем и Слаб? Хорошо. Договорились. Так и сделаем. Значит, я ловлю на слове, а там уже как-то получится, не получится, уже будем разбираться. Получится, конечно. Большое спасибо. Нам было приятно тебя поднять из-за стола. Спасибо. Да. То есть с этим поднятием из-за стола мы воздержали тебя от излишнего применения пищи и воздержания, так сказать, продолжения введения правильного образа жизни. Правильно. Спасибо вам за это. Спасибо, Олег. Игорь, сфотографируй нас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.